Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди и добро пожаловать на второй, получается, да, раунд ДФВЦ Оффлайн Тренинг Капа, боже, как сложное название. В общем-то, карта старая, с самого первого ДФВЦ, чтобы вы понимали, это был самый первый мировой чемпионат в истории ДФРАГа. И карты вполне себе были, кстати, отличные. Ну, в общем-то, давайте начнем сам обзор. У нас тут лежат красные с мегой, которые можно бесконечное число раз подбирать. Есть ракета с патронами, которые также можно копить, но в этом нету, по факту, никакой необходимости. В общем, так, я проверяю, запись идет, все, все хорошо. В общем-то, видим, здесь пропасть, если падает, нас телепортирует на старт. Кстати, тут есть тайм-рисе, так что, для желающих извращаться, можете запускать вон оттуда ракеты наперед себе на старт. Но это уже ваше дело. В общем-то, с двумя ракетами спокойненько перелетается. По факту нам надо три пакета здесь, да? Нам дают четыре. Или, если мы берем первые патроны, а потом ракет, то нам дают три. И, в общем-то, мы перелетаем. Здесь нам сразу дают гранату. Здесь у нас есть рампочки, которые также изобильные в Кут-3. Залететь. Можно залететь сюда. Здесь также предусмотрительно рампочки для ЦП, если вы медленный, да? И у нас есть два путья, так сказать, по которым мы можем прыгать. И из джампада у нас здесь, в общем-то, стабильный оп. Если мы, если мы, вот я не помню, если мы запрыгиваем. Да, у нас все еще есть оп. То есть мы запрыгиваем, делаем этот оп. Потя я его сделаю. Потя я его не сделаю. А вот сейчас почему-то как будто не было опода. Ну, в общем, он странно работает, но, по-моему, во всех случаях, когда мы бежим, просто обычный рамп, он у нас всегда есть. Заходя в телепорт, нам дают сразу плазму с регеном. Я не знаю про батлсьют, не слышал, не знаю. Здесь нам дают еще патронов, еще мегу. Мы, в общем-то, можем... А там дают красный, кстати. Мы можем начинать плазмить по этой стене. Но тут прикол в том, что вот эти вот места, они без клипа. А вот это место, оно с клипом. Оно с... С випом клипом, как полагается. Здесь нет. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Забираем скорость. Плазмим, либо не плазмим. Как хотите. Почти забираемся. Следующий телепорт. Здесь у нас все еще есть плазма. Более того, нам ее обновляют и дают хп. И внизу у нас оп с прыжка. Также есть граната, которую можно использовать. Но... Честно говоря, не знаю, зачем, если там оп. Наверное, для тех, кто... Это... Это... Вы знаете, первый ДФВЦ. Многие, возможно, не знают про опы. Или они еще не знают, как их точно ловить. Но маппер сделал оп. То есть он специально... Видно, да, что он специально сделал сначала вот эту платформу. Сделал вот эту платформу. А потом сделал вот эти кубики. Возможно. Или, возможно, как-то была изначально вот такая высота. Высота оба. И он такой, опа. Я, наверное, сделаю оп как вариант прохождения. Ну, очевидно, что с гранатой не самая быстрая. Самая быстрая это в топом. В общем-то, делаем мод. И здесь у нас уже финиш. Карта достаточно короткая. Здесь у нас также есть трампа, которая не особо используется. Может, кто-то использовал. Но это медленно, сразу скажу. И вот это место, естественно, оно очень техничное для хорошего исполнения. Потому что нам надо, получается, оплазмить как-нибудь вот так. И вовремя начинать заворачивать, чтобы набирать скорость. Конечно, есть вариант просто проплазмить вверх и сделать потом ГБ. Но это медленнее. Это гораздо медленнее будет. В общем-то, давайте я пробу пройти. Вот так, например. Пошли. Пустим. Давайте сделаем с подъемом с рамку. Ну, на это место можно проходить еще одно количество раз. Вот мы залетели. Сразу, значит, заворачиваем сюда. Отпрыгаем. Делаем ОК. Делаем Териджан. И как-нибудь вот так вот финишируем. Вот 21. Неплохой тайм, я считаю, для только что проснувшегося человека. Вот такая карта. В ОК3 ничего не скажу. В ОК3, в принципе, тот же самый роут, та же самая рампа, только более технично получается. В ОК3, в принципе, все оба и все то же самое. Единственное, может возникнуть вопрос в той комнате, где мы плазмим по стене. Знаю, как там ребята решат. Давайте посмотрим. В этот раз я подготовился. И у нас есть дополнительные три демки. Это с архива Дональда. Если кто-то знает или Дональд, ты вдруг смотришь. И я не уверен, что вот эти ребята были топ-1. Были топ-1 на тот момент в обоих физиках. MDC, да? Фьюзи мы даже видели какие-то фотки старые. Француз. Афил никогда не видел. В общем-то, в архиве Дональда это топ-1, ребята. Мы их обязательно посмотрим. И дополнительно есть, естественно, демка Веспа. Давайте с ОК3 начнем. Демок много. Рейвен. Последнее место. Ладно, не последнее. Будем называть это... 16-е. Будем... 16-е. Давай, Рейвен. Ну, в УК3 она, естественно, более сложная. Вот он даже... Вот. Даже так. Но, естественно, надо залетать без гранаты наверх. Стрейв. Темки, кстати говоря, не валидированы все еще. Но я решил тогда провалидировать... Собой, так сказать, обзором. Поэтому, если мы заметим какую-то нездоровую активность в виде рандомных обувь, то мы обязательно сообщим начальству. Так сказать. Ваундер из кровати. Тебе так понял, да? Так, а здесь совсем... Ой-ой-ой. Тебе гранаты даже вот так вот. Интересно. Интересно. Будем считать пока что, что это легально. Здесь оп тоже... Не очень хорошие плазмы... Углы из плазмы. Но, в принципе, сойдет. Ну, был... Здесь рандомный оп в конце. Я не думаю, что его это прямо спасло или еще что-то. Или он обогнал Рейвена только поэтому. Поэтому мы забиваем на это хер. И все в порядке у Ваундера. Нормальная демка. Риммич 31. Так, очень долго вставал в позицию. Даже вот так сделал. Красиво, затаймил. Красиво, Риммич. Готов. На ФВЦ Риммич я вижу. Я вижу. Оп так же не делал. Возможно, ребята думали, что этот топ... Он рандомный. Но, по-моему, в комментариях ответили уже, что... Это топ... Не рандомный. Его можно использовать. Нормальная демка. Хорошая плазма. И на будущее, ребята, давайте договоримся. Если вы вдруг сомневаетесь о чем-то, вы можете написать мне. Если я не знаю, разрешено там что-то или нет, я напишу НОСВУ и спрошу у него. Или спрошу у того, кто... Стесняйтесь, если вы сомневаетесь, что какой-то оп или какой-то момент там спорный. А вдруг это нельзя делать. Вы спросите, и все будет в порядке. Я иногда могу быть грубым, когда я какой-нибудь оставший заебаный. Но, тем не менее, я отвечу. Кнейчур из Австралии. Так. Будут ли у нас подъемы без гранат? Наверное, будет. Тоже быстрее две гранаты. Не, ну, римыч очень топов. Гранат и, конечно, топ не был исполнил. Врезался после плазмы. Там можно, я думаю, заводить. И хороший плюс-минус. Хороший финиш. Так, комполомус. Любитель плазмы. Пастя плазмы. Вот и посмотрим, насколько хорошая плазма в комполомус. Ну, судя по всему, не настолько хорошая. Так, был первый человек, который сделал оп, симпромпада. Хорошая, хорошая. Спасивая. Подаете плазмоклимбов в комполомус? Хорошая, хорошая. Только финиш медленнее. Так, дайвкомсру. Пастя. Это у нас дайвкомсру. Я понял. Поменяйте никнейм, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Вот это закидоны. Гранатки. Очень хорошо. Так, оба не было. Возможно, кто-то не знал, что это мог. Кого-то может не включен, но детектор. Кто-то, может, пытался словить, но не смог и забил. К основному тоже финишный самый быстрый. Но тем не менее оптимальный, да? Точно так же, как комполомус сделал. Так, радио Кало, 26. Пошли, пошли. Разрывы у нас. Так, на рампу? Хорош. А зачем? А зачем? Отлети назад. И сразу наверх. Пошел, пошел. Стрейд. Так, ок, не словил. Возможно, не знал. О, черт, шо. Плохо. Так, разрыв сокращается. 0-1 всего. Хайпи отжал. Хайпи. Мне-то интересно. Хайпи. А ты какой хайпи? Ты обычный хайпи. Хайпи, который с варикой. Вряд ли с варикой, да? Таи. Кто его знает? Может, поигрывает в дефракт, молодой человек? Тут бы нет. Так, немного зацепился здесь на пластме, но было близко. Чтобы заводить. Поставил угол сразу. Почему-то угол неправильный. В общем, ты поднимался гораздо медленнее, чем мог. Лучший вариант, это хотя бы просто подняться быстро, как сделали все. И подниматься наверх. Чем ставить угол себе сразу для плазмления, как бы, горизонтально. Но при этом ты даже не проплазмил потом по стене горизонтально. Ну, в общем, я не знаю, что у тебя там произошло в голове. Возможно, что-то замкнуло. Так бывает. Но на будущее всем углы с плазмой это очень важно. Не недооценивайте эту вещь. Это очень важно. Так, 23.8 внук, точка. Ракета наперед! Так, возможно, это приз за оригинальность. Давно мы не давали призов за оригинальный. Очень давно не давали. Хорошо. С плазмы хорошо. Все отлично. Но я пока не вижу никаких рандомных обувь. В том смысле, что критичных. Что-то, возможно, проскальзывает. Но если что-то будет серьезное, я надеюсь, что я заметил сразу. Так, точка, приз за оригинальность отмечаем. И давайте я себе сразу даже открою тему, где выставлять. Так. Два результата. И в конце обзора я, чтобы просто не забыть. Аво, поставить импрессив. Чтобы не забыть, я себе сразу открою. Если мы ничего такого больше не найдем, то мы поставим, в общем, точки экспрессии. Подстричь, или зон. Я немного затупил. Просто открыл себе сразу в страницу, где поставить импрессив. Чтобы не забыть это сделать. Так, словил опс. Довольте, это очень хороший был старт. Пытался плазмить по стене. Но набрал, по-моему, там настолько мало, чтобы и пострейтить. Но пытался, пытался. И хорошая плазма. Хорошая плазма. Очень хорошо. Так, и разрыв. Значит, 2 секунды почти, да? Темпекс, 21 секунда. Ну, не, не, ребят, там такой жесткий рокет наперед. Ну, давайте мы еще раз посмотрим точку потока после вытупки, да? Тоже можно 2 и прессе его поставить за вытуприза ЦП. Очень хорошо, темпекс. Красиво. Майперамарака. Так. Точки, я считаю, более техничные. 2x. Ничего не знаю, ребят. 2x. 2x. Пуш-де-темпо. О! 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 Ничего не знаю, но было бы красиво, конечно. Это тоже был бы намек на оригинальность. Хорошая плазма, в принципе. И хороший финиш, быстрый. Все отлично. Так, четвертое место. А, нифига, Сентинел у нас. Сас нарисовался, я даже чуть не видел. Так, степ. Керебати, но все мы знаем, что он из Германии. Керебати. Хотя вы можете ребать это. А, ну, царян, точка. А-а-а. О-о-о. А вот это. Точка. Прошу прощения, брат. Ты был мне как брат. Теперь мой брат. Это степ. Красиво. Очень классно. Граната наперед. Тупо лучший. Я считаю, что это победитель следующего ДФВЦ в Ку-3. Это очень отличная депка. Так, Сентинел. Третье место, 27.1. Блин, нос сбавит, ребят. Что делать? Так, 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 так. О-о-о. Прокет наперед. Я не могу поставить столько резонции оригинальных стрельб. Я просто не могу. Харбовавший Аплазма очень технично сделал. Это, скорее всего, было медленнее. Я не знаю, зачем. Но... Почему? Хорошо. Очень классно. Так, если кто-то еще делал такой ракет наперед, то хорошо. Потому что я хочу отдать им просив степу за эту гранату наперед. Это выглядит куда более круто, чем ракета со старта. Чтобы вы не думали про ракету со старта, ракета со старта это сложно только когда ты ее начинаешь пускать. Когда ты ее уже запустил 10 раз и ты знаешь, сколько тебе надо скорости, какой спейсинг и так далее, ракета наперед это уже не так круто. Так, 29. Кет, второе место. Так что по записи. Так, ну безракетный наперед. Я расстроил, ребята. Никому и прессик не поставил. Классная даем ракет. Хороший оплазмал. Но здесь, типа, я не знаю, эта карта менее, так сказать, менее техничная по сравнению с предыдущей. В том смысле, что там был именно комбо ран. Здесь в основном ты делаешь... Все, что ты делаешь здесь, ты плазмишь по стене вбок, плазмишь по стене вверх. Все. Ну, ракеты на старте. Поэтому, если что, здесь просто особо нечего обсуждать. Пока что я никаких минусов ни у кого не увидел. Я почему-то сам себе так по счетчину дал, что, типа, что-то я никого еще не направил на путь истинный. А что-то тут некуда направлять, потому что карта по факту простая. Так, 24. САС. Первое место. Поздравляю. Гоблин играл. Тут три. Гоблин почему-то тоже ракета наперед. Ну, в общем, никому имбрейсить не дам, ребят. Три, по крайней му. Ой, классная граната. Очень классная плазма, соответственно. И хорошая плазма в конце, соответственно. И еще и VR поставил. Очень интересно, что, судя по всему, Гоблин, как мы видим, по топу пропустил тот раунд. Зато поиграл предыдущий. Испекал меня на предыдущем. Спасибо, Гоблин, за вот это все. Давайте посмотрим сразу в ИКУ-3. СД, ФВЦ, МДС, Фьюзи из Франции. Испексик никому не ставлю в ИКУ-3, ребят. Так, это прямо вот. Тоже была ракета наперед, но ставил ее не очень хорошо, но хватило, чтобы подняться наверх. Чуть-чуть толкнуло его. Хорошая плазма. Так. Дефраг 1,9, ребят. 1,9. А у нас сейчас 1,9127, ребят. Ну, в общем, я, как сказал, вначале, я не знаю, был ли это топ-1 тайм ИКУ-3 в тот момент. Вполне вероятно, что был, потому что это был первый ДФВЦ, и люди тогда еще... Я уверен, что они тогда еще не особо умели играть. Как бы, да, по сравнению с сегодняшним днем. Ну, даже если вырезать все АГБ, там, знания обувь и так далее, и так далее, все это вырезать, то все равно у них была совсем другая механика, так сказать. Да и в то время и коврики были говно, и мышки были говно, и едва ли кто-то стрейфил, так сказать, сенсой 30 сантиметров, да? Ну, давайте. Так, а что это? А что это МДФ? Так, ребят, я клянусь, я поменял, я подготовился, прямо я проснулся, думал, надо сделать. Клянусь, я МДФ вырезал. Я поменяю, чтобы мы в топе не запутались. теперь все в порядке. коз, последний место, ой-ёй, коз-коз-коз. Я подумал. так, ну, пока все не готово. Опа. Опа. Сейчас выключим, ребят, не молодой. Так, это... коз... 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 сути в стену. И он от этого теряет больше скорости. Вертикальный. Выключил звуки. В общем, никакие лишние кнопки жать не надо. И плазме, как я сказал раньше, плазма это очень важно. Блин, не пойму, что-то с носом, ребят, может я умираю. Так, 32.3 ДФКомпсру. ДФКомпсру, это у нас ДФКомпсру, я понял. Я... Зак. Поменяйте ник, не забывайте менять ник, ребята. Так, граната почти вперед. Плохо. Я не уверен, если смысл в ЦПМ кидать так гранату, потому что в принципе, ой-ой-ой, вот, вот и пригодился, пригодилась эта граната, ребят. Ааа, we're bounces off. Ааа, we're bounces off был. У-у-у-у-у. Так. Ну, эту проблему надо решать, потому что если ребята постоянно, если Носф приучил ребят, что оба это грех, то надо, во-первых, дать пизды Носфу, во-вторых, писать каждой карте, если там оба, и писать, какая команда их отключает в офлайне и вот они мне кажется это будет наиболее правильным вариантом так пилу из бандах это понял так тоже ракета наперёд но это мы уже видели так сказать интересно вас не здесь что-то граната наперёд был складный не очень хороший но тем не менее нормально слове его хорошую глаз плазмы наверх 24 вполне себе достойный тайм россии поэтому знаем помнит давай на утону и при за оригинальность этот раз об не словил с плазмой нормальный на слишком высокий то с плазмой хороший понятный тело движения в принципе в принципе сойдет нормально хотя чудо мне помнится всегда повыше вот здесь одно это пока все в порядке не словил о неплохие углы с паспой и в принципе финиш неплохой так они они бы поеду на садик 23 нормальные ракеты в старте очень много скорости полистрей будет ли об об случается все хорошо так немного зацепился но это не критично хорошая плазма сделал дабл джо вы как с дабл джампом использовал рампу что в принципе медленнее но этом это гораздо быстрее чем делали предыдущие оппоненты поэтому мадару чиха нормально так радио калах вот твоя день хорошо залетел чистенько залетел хорошая скорость быть и об об не случился по стене не плазми то в принципе хорошая плазма и хороший подъем очень хороший подъем без лишних уже телодвижений нормально очень очень красиво так бусто путин лэнд это мы знаем где так доходе у нас назову поле новый не так чистенько залетел об оба нету возьмем по себе и очень особо много домов хороший разворот спасибо красиво это же использовал а ей но использовал рампу которую как-то не получилось толком использоваться то был в конце буст а этот буст между прочим можно совершать техничный потому что все произошло быстро в динамике в динамике бусты самые сложные поэтому нормально красиво танки брок пасли на 8 и сделал это топ слава богу который был дала рампа неплохая плазма но в принципе палый получше до гиброк ну не знаю почему-то гиброк помню написал комментарий к предыдущему обзору что да да критика хорошо критика типа давай критику а чё-то не находится слов как-то ну просто все медленно и всех ничего такого тут на этой карте ничего такого нет ребят поэтому мы просто вместе смотрим демки и все так happy 20 минуте ну я показывал демки ну я показывал демки так хорошие это хороший подъем хороший стрейк на краешек чемпада словил бог огни нормально так ой ну почти почти очень даже неплохо очень о примыч тоже 20 минут нормально нормально я на самом деле чуть задумался в целом все в порядке даже подожди-ка я в конце совсем понял прикол так давайте я пока помню так я пишу сразу ребятам и у нас там так римыч цпм и ниш оба посмотрим за судьбу римыча я валидацию проставлять не буду пусть это проставит кто-нибудь кто тоже посмотрит демки римыча и решит потому что скорее всего римыч перебил happy за оба возможно пусть ребята посмотрят и разберутся мы не будем разбираться сейчас так 24 синтакс почти 21 5 но это не имеет значения мы считаем фрейм фреймом 20 на 4 окоп тоже голове неплохой на самом деле неплохо набрал скорости по стене и плазма слишком высокая это минус если что ну и хороший финиш вполне себе достойный достойный финиш антас геймер на цене 4 тоже на пару тройку четверку фреймов так хороший залет чистенький сразу стрейфить здесь лишний прыжок делать не надо все правильно об не слове слишком высокий выбор получился мне кажется ты от этого немного потерял но в целом угол в углу из плазмы не очень не очень хорошая но я думаю вероидж так сказать игрокам тяжеловато совладать пока что с какими-то там моментами что тебе надо быть чуть чуть правее или там тебе плазмить надо чуть чуть направо чтобы потом плазмить полностью налево подрезать угол тут там и так далее нос плазма это дело такое это очень интуитивная потому что и по сути жопой не видишь что там дальше у тебя поэтому плазма это наигрывается страшно если что зашло так 29 к ней чу хорошая плазма хорошая хорошая плазма на финише но не очень хорошая в том смысле что нужно тогда угол делать намного премии финиша потому что надо набрать больше скорости а если ты набираешь скорость диагональным углом но ты набираешь меньше скорости как бы это логично но это так так на фрейм перебил ухал ох так как ухала ох а это овербансы слон ну пусть ох будет ох ухала ох 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 давай нормально 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 чётенько вот опять же не доплазмил как и предыдущий рок слово подобрать в общем не доплазмил в конце не доплазмил до этого и то чтобы ты если бы доплазмил то поставил 18 да но стараться надо получше так пельмень 24 давай пельмень пельмень с хорошо чистенько залетел лишь не делаем все порядке делаем его все хорошо хорошим утром много скорости по стене слишком высокая плазма мало скорости по итогу всего тысячи 100 на 1300 пельмень финиш плохой пельмень 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 фу нахуй плохой финиш из 2 опять ставить плюс на обзор ёптвы так 24 фракир хороший залет че очистил так впереди хантер на жопу не смотрим не смотрим на товаре хорошая плазма пища 200 ой 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 но не доплазмил но 100 сделал буст что плюсик в карму в принципе любому кто делает пуст плюс арму особенно в таких местах где то есть ты где перед финишом так всегда в ответственных местах кто делает буст в ответственных местах особенно не уколи понравилось что оно произошло как-то чем быстро технично а фракир в целом старый игрок то что он делает буст это означает что не такой уж бумер ребята в порядке 20 . давай . приз оригинальность хотя бы другие давай эту хороший буст мало скорости с плазмы но пуст хороший хорошо хорошо подрезал в принципе угол на плазме в конце то но все еще нет не доплазмливают ребята почему-то думают видимо что когда ты поднялся наверх у тебя плазму отбирают я не знаю ну то есть как будто бы у кого-то стыд щелкает в голове что так здесь надо строить там можно доплазмить чуть ли не до самого финиша и это это будет намного быстрее и по на 100-300 по времени это быстрее эти ввиду важно это вот акт вода 19 осенью он с поляньги а моделька хорошая плазма вот 1300 плазмы и порядок ой 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 цепился до финиша даже встал приуныл как мы поняли там такой типа да болеть и отправил это но зонт я рад что ты правил дымку как раз все так или этот же зон был да тогда дымку кривущую отправился с тестовым прохождением какую-то таки йоу и отидеть на все два приближаемся хороший таймон билет так это был вайдер хороший вкус кстати спиной очень киртично сразу от пешком не ходил вот не сделал хорошая плазма даже внутри быстрее чем чем у меня здесь хорошая плазма нифига еще 200 17 4 очень хорошая плазма получилось так и потренируем бустую заодно окончаться так парки поп хотел сказать паркистан почему а пусть будет пусть будет паркистан паркист как тебе бракет парки поп обещал что больше срача не будет в дискорде я очень рад это видеть еще парки поп есть ты вдруг смотришь или кто-то смотрит кто общается с парки попом передайте ему что-то что он писал что если он теперь изменится поведение это все но ничего не изменит все по-прежнему будут считать его дурачка то или как так в общих чертах да это неправда я лично если вдруг изменишься я изменю свое мнение о тебе на я лично зная как другие я избегу так у меня если монитор потому шаг дергал провод ну что и чески неполадки ребят я еще и поп что-то делаешь так я включу монета у меня очень и на монитору раздавать ремонт денег окраин в общем про кипоп ты понял да я если что только рад буду я с радостью изменю свое мнение и они из этих самых которые у меня устойчивое мнение только об одном человеке я не буду называть его имени но и так знаете так 17 8 эти место вами хорошие ракеты хорошо залетел прямо чистенько залетел нормально у меня в конце явно с классной проблемы хорошая плазма 1400 хороший финиш но видите а финиш не пожалкнешь но я и не отправлял в принципе хорош хорошая девочка очень чистая инфаер у нас на втором месте рэнфаер очень хорошо чистенько залетел так тогда он оффлайна я уж испугался очень хорошая плазма очень хорошо получилось и здесь в принципе тоже эксонс контакт фейф переведите ребят его сходство что-то судьба что-то а я не помню или фейт судьба разница хорошая демка топ-2 поздравляем тебя поздравляем рейна 103 м фэкс первое место и просим то есть перейдил меня на рейн до получать очень быстрый очень очень быстро все получается хорошая плазма великолепная то есть ну и финиш не менее быстрый порядке так ну и давайте посмотрим м к цпм с дфвц самого дфвц м к древние так две ракеты на вперед это уже 7 ну и неплохая плазма на финише но не доплазмил не доплазмил ну и дымку вес по соответственно это же посмотрим здесь у нас как мы видим код с рампы которые давно огромное преимущество элиса но это 4 сплошные хорошая плазма ну в общем то все никому мы не дадим при за оригинальность ребят к сожалению зря я открывал тратил время мысли что для это затеял во время обзора такси да ладно так переходим в режим браузера вот значит с первым местом кудрит демки не отвалидированы но в принципе спорный момент только с римом чем бывает бывает но я призывал всегда нос по призывал когда были споры про то разрешать ли оба или нет вообще в принципе как относиться к вам я призывал нос во что пусть люди ошибаются пусть они и по дисквалифицируются грубо говоря из-за стопа по итогу но они будут зато знать крайней мере и будут пытаться наблюдать свои ошибки где в каких случаях и как можно словить рандомный об данном случае было очевидно что римыч наверное подумал что у него получился гб например но по факту он словил рандомный об это и очень хорошо то есть вы должны понимать что по идее что такое рандомный об как его нужно учить и в каких моментах можно быть спокойным а в каких моментах лучше всего обратить внимание лишний раз на об детектор и в случае чего нажать kill это лучшее что вы можете сделать вы заводите рандомного либо играть без обувь но на этой карте без обувь играть нельзя если вы хотите поставить хороший тайм в общем-то вот 24 демки cpcp-16 да как вы ку-3 такие дела ребят а на этом все всем спасибо всем удачи увидимся на следующем обзоре по стрейфу 2015-6 карта да у нас и до начался еще как начался за анонсировали 2021 кто еще не видел смотрите трейлер там конечно никакой информации нам не дают как обычно но зато показали чуть-чуть карты в принципе неплохо ну и раунд 3 это будет стрейф это будет самый унылый обзор от меня потому что я в стрейфе не очень шарю и более того я эту карту не дрочил как например там какой-нибудь гоблин или анг спустя этот дфц поэтому за может быть приглашу какого-нибудь гостя который шарит а может быть и не приглашу посмотрим а ну ребят все всем спасибо приходите на стримы и мы сейчас часто играем шарики играл дефраг всем удачи тем хорошего вечера и спокойной ночи уже кому-то